18 общеобразовательных учебных заведений будут задействованы в новом учебном году. 10 средних школ, 3 гимназии и 5 работающих по программе основных. Осуществляемый ремонт в рамках проекта улучшения энергоэффективности, как и предполагалось, в большинстве школ затянулся, и к первому сентябрю закончить все работы уже не представляется возможным. По ситуации на местах сроки продлены на 1-2 месяца. Есть объективные причины, дополнительные работы, которые связаны со строительством инфраструктуры. Это в основном ливневая канализация и садзиевая канализация. И из-за этих работ чуть-чуть будут продлены сроки реализации проекта в целом. В этом году в Даугупелсе за парты сядут 9 323 школьника. Сокращение учеников составило более чем 200 человек. В принципе, по оценке должностных лиц не так и плохо, как ожидалось в мае. Тогда, по предварительным данным, планировалось вдвое больше. Соответственно, сокращается и количество учителей. В общей сложности учреждения образования недосчитаются 93 педагогов. Объективные причины – это, прежде всего, сокращение числа учеников, которые посещают школу. Вы видели, что по прогнозам на 1 сентября пойдет на 223 ученика меньше. Это по прогнозам на сегодняшний день. Реальным картинам мы будем. Исходя из этого, планировалось нагрузка учителей. Исходя из этого, планировалось число учителей, работающих в школу. Но, как заметила госпожа Дукшинская, очень многие учителя ушли на пенсию, в частности. И, может быть, не столь болезненно это будет сокращение, хотя, безусловно, сокращение есть. Более половины ушли по достижению пенсионного возраста. Остальные – за ненадобностью в учебном процессе. Как отметил вице-мэр, год от года конкуренция в этой отрасли будет заметно возрастать. Зарплата, в свою очередь, продолжает держаться на прежнем уровне. Средний давгопилский педагог будет получать 280 латов.